здравствуйте сегодня украинский борщ я очень люблю борщ наверняка многие любят не только я но украинский делаю впервые чаще его делают из свинины но можно из говядины я укладываю кусок грудинки такой нормальный кастрюля у меня большая как видите давайте все постепенно идем беру вот эта сетечка загружаю в него перец душистый горошек и корешки кориандра кинзы лавровый листик можно сюда же запихать стебли петрушки буду использовать свяжу их кулинарной нитью забегая вперед скажу что украинский борщ отличается от обычного ну наверно русского который я обычно с удовольствием готовлю и ем ну в незначительной степени ну то есть не кардинально но отличается закипела вода в кастрюле с грудинкой аккуратно снимаю всю пену тщательно можно сказать и буду варить эту грудинку на очень малом огне вот видите там я через час добавляю специи даже и не булькой чуть-чуть совсем и варил я эту грудинку я немножко остринки добавил но немножко борщ не должен быть острым варилась у меня эта грудинка довольно долго два с половиной часа ну может быть у вас будет более молод молодая говядина сварится быстрее но малом огне предпочтительнее бульон становится прозрачным и очень хорошим картофель можно резать как угодно количество его тоже можно варьировать кто-то любит больше кто-то любит меньше пару луковиц половинками или четвертинками у нас будет еще и зажарка конечно это вот молодая свекла или буряки как говорят на юге россии и на украине стебли я тоже буду использовать в этом борще они очень хороши и термообработка им нужно совсем минимальная ну максимум 5 минут а листья не буду использовать я их использую в другом блюде зато капусту использую тоже она молодая тоже очень хороша и варить ее надо ну тоже минут пять больше ей не нужно а а может быть даже поменьше в зависимости от того хотите какой-то степени чтобы она хрустела в борще или нет кочерыжки я съем с удовольствием режу весь вилок капусты но использую ли я его весь это будет видно попозже натру морковь я взял одну морковку можно взять и две скажем чеснок я использую четыре зубчика а это сало я недавно был в воронеже вот просто увидел вот это симпатичное сало и вот тогда мне сразу пришла в голову мысль что надо купить это сало и сделать украинский борщ ну вот я и делаю отрезал граммов это так ну 40 может 50 пластины этого сала свеклу очищаю от кожицы можно порезать брусочками а можно натереть на терке я решил натереть на терке и натираю эти буряки что касается помидоров если вы живете где-нибудь в теплых краях там краснодарском крае скажем херсонской области конечно вы возьмете помидоры у вас есть спелые у нас есть в банках помидоры я всю зиму и весну использую вот эти помидоры в банках ну не обязательно именно эти но консервированные помидоры как правило они итальянские они не очень дорогие вот такой натюрморт получился из ингредиентов подготовленных я очень люблю когда все подготовлено потом уже можно готовить нормально а работа по очистке овощей она как бы такая занудная и интересная я возьму морскую соль она крупнокристаллическая и легко будет истолочь это сало и чеснок так оно и случилось легко истолклось можно вот так добавить черный перчик и получится получится такая офигенная паста путербродная то есть намазать на горбушку черного хлеба то никакая горилка не страшно даже самая дешевая у нас сегодня другая тема стебли петрушки достаю жильяку тоже достаю ну грудин грудинку можно еще минут 10 подержать она почти готова начинаю делать зажарку обычно с лука это начинается как он становится более менее прозрачным слегка направляю морковь ну еще через минуты две-три пошла тертая стекла тоже я не знал положить сколько все использовать или нет если бы я использовал не все то тертая стекла была бы великолепным салатом сбрызнуть ее лимонным соком и посолить ну так в сковороде мне стало понятно что я ее всю использую ну и положил всю очень быстро она готовится долго ее жать не приходит через пять минут уже и свекла очень мягкая ну минуты через четыре после добавления свеклы или через три я буду добавлять томаты сначала я достал грудинку и спробовал насколько мягкие те ингредиенты которые находятся в сковороде они достаточно мягкие все пошла томатная паста ну вот у меня оставалось какое-то количество в этой баночке ну столовая ложка если бы не оставалось я бы даже не стал бы добавлять томатную пасту просто вот эти помидоры ну а так томатную пасту и примерно две трети консервированных помидоров прогреть как следует надо это дело добавлю пару чайных ложек сахара для компенсации кислотности помидоров отправляю картофель варится ему минут 15-20 то есть значит уже мы близки к завершению процесса ну вот зажарка прогревается и тушится с помидорами еще минуту буквально и выключим зажарку мясо режу порционными кусочками ну косточки удаляю и отправляю мясо снова в кастрюлю кастрюля у меня здоровая 5-литровая зажарка готова выключаю больше не надо ее зажать на огне минут через 15 смотрю картофель ну ему еще надо минут 5 может быть даже 10 скорее 5 ну пошла капуста и пошли стебли молодой свеклы переставлю на большую конфорку и отправляю в кастрюлю всю зажарку ну и содержимое кастрюли уже приобретает явные признаки борща оцениваю густоту сколько у меня там капуста можно еще добавить вот пожалуй этого достаточно но в принципе я мог добавить и всю ее кто любит погуще тот добавит больше если осталось такое количество молодой капусты это тоже готовый салат тоже его сбрызнуть маслом или лимонным соком или тем и другим кстати о лимонном соке я добавлю немножко лимонного сока в борщ это поможет сохранить хороший цвет и даст интересную кислинку легкую кислинку теперь содержимое ступы это сало растертое чесноком но практически все у меня сало достаточно хорошо посолено было я растирал его солью но соль надо добавить еще пробую довожу соленость но еще зелень надо добавить ну петрушку я добавляю в борщ петрушку обочину оцениваю как там картофель да он дошел пошла петрушка все готово и можно подавать ну борщ обычно настоявшись на следующий день бывает еще вкуснее но это действительно так ну и сегодня он тоже очень хороший я его с удовольствием съел сегодня а на завтра с еще большим удовольствием ну по этому поводу одесса уже давно высказалась вы любите вчерашний борщ таки да приходите завтра ну вот примерно так одесса знает все подаю сметана черный хлебушек ну что то еще по вашему выбору на ваш усмотрение очень вкусно всего хорошего удачи пока